Между Идой и Серканом снова есть тайна. Серкан и Эда часами ждут друг друга в разных ресторанах. Поскольку один не звонит другому, они не знают. Они не говорят, потому что не могут заставить себя съесть эту ситуацию. Поэтому ситуация не возникает до конца эпизода. Серкан догадывается, что Селин изменила адрес в конверте, но не говорит. Серкан просит Серена подать на всех в суд из-за новости о разлуке, которую любила Эда. Серин видит журналиста, с которым она говорила о новостях о помолвке и о том, что Селин изменила свои слова, когда приехала. Он давит на женщину, но журналист не говорит. Он понимает, что за работой стоит Селин, но не может этого доказать. Эффи работает и ведет переговоры, чтобы передать компанию своему партнеру и вернуться в Италию. Он хочет, чтобы Эда позаботился о его клиентах. Он предлагает и Ферит, и Селин продать ему свои доли. Ни Ферит, ни Селин не согласны. Но Эффи встречается с журналисткой, платит ей, делает запись голоса с описанием случившегося, шантажирует Селин и покупает ее акции. Ферит просит Серена не продолжать инцидент. Он должен рассказать историю. Серен просит Ферита рассказать обо всем этом Серкану. Мужчина, который не хочет этого скрывать, соглашается. Пока они разговаривают, Селин узнает, что Эда тоже знает об этом событии. Он оставляет письмо Серкану. А Эффи все еще идет к Айдан, чтобы противостоять ее гневу. Он узнает, что Алптикин ему изменяет и что женщина напряжена. Он приводит Айдан к себе, помогая Сейфи, которая не знает, что делать для женской солидарности. Айдан, который хочет встречи Эды и Серкана, приглашает его к Айфер, чтобы не прерывать связь. Эда и Серкан после Айфер, Фи-Фи и Мела, приходят Ингин и Бриллиант. Вещи становятся непроходимыми без непонимания. Однако Перил хотел репетировать с кем-то, кто нервничал только потому, что собирался встретиться с матерью Ингина, но мероприятие продолжается до тех пор, пока Серкан не приходит к Эде. Что-то известное в проекте Гольф Курорта требует, чтобы кухня была перестроена с миллиметровыми расчетами и ингредиентами. Серкан и Эда отправятся ужинать в многоэтажку. Серкан помогает Эде, у которой фобия закрытых помещений. Двое приближаются и целуются там. На этот раз Эда и Серкан заключают договор об отношениях. Елдис узнает, что происходит из-за Селин. Сколько бы Серкан не говорил, что расскажет, девушка не может этого принять. Он противостоит Альптикину. Эда говорит Серкану, я не могу разговаривать с человеком, который так много от меня скрывает. Серкан напоминает отцу, что он не с ними ни в какой момент их жизни и просит его покинуть их жизнь. Альптикин собирает чемодан и выходит из дома. Эда берет девушек и уезжает в отпуск. Он описывает, что случилось с его разбитым сердцем. Серкан тоже сутками не выходит из дома. Оба возвращаются в компанию в тот же день. Он заключил соглашение об отношениях с Эдой Серкан, просит его подписать, не читая Серкан отдает Селин свою долю. Увидев, что Серкан и Эда снимают кольца в компании, Селин сообщает журналистам, что они расстаются. Когда журналисты покидают компанию, они начинают снимать Эду и расспрашивать о новостях о разводе и изменах. Пока Эда теряет сознание, Серкан в последний момент хватает ее и сажает в машину. Селин ничего не делает, чтобы опровергнуть эту новость. Мела уходит с работы, потому что его раздражает Селин, но начинает работать с Энгином. Эфи решает вернуться в Италию. Его заменит бабушка Эды, которую он называет своим тайным партнером. Айфер ничего не знает, предложения о работе поступают со всех сторон. Ему рекомендован последний символический заказ в 600-й год тортов, который Эйдан передаст жертвователям ассоциации, к которой он присоединился. Ферит помогает ему тренироваться, используя своих сотрудников и оборудование на одной из его кухонь. Эда пишет письмо своей тете, с которой не может поговорить наедине и уходит из дома. Айфер, который приходит домой в конце эпизода, видит письмо и читает его. Несрин и Айдан идут в компанию, чтобы поговорить с Перилом. Хотя Эда не соглашается с тем, что она является лицом исследовательского проекта для девочек, она соглашается поговорить с девочками. Услышав, что Эда присоединится, Серкан тоже хочет им помочь. Эда разрабатывает мобильные грузовики для обследования. Они собираются для пожертвований в ассоциации. Он выступает с речью перед 250 онлайн-студентками. Айдан делает небольшой шкаф и позволяет этим знаменитым девушкам носить дизайнерскую одежду и посещать модные показы. Серкан хочет поужинать с Эдой и дает ему конверт с названием ресторана. Селин видит это и меняет имя. И Серкан, и Эда ходят по разным местам и часами ждут друг друга. Сейфи идет к Алптикину, который остановился в гостинице, но видит его с женщиной, но не говорит Айдан. После мероприятия в ассоциации Айдан отправляется в отель со своим мужем в Сейфи. Альптикин был очень удивлен, что его жена могла выйти или прийти туда, Айдан пойман с женщиной. Узнает ли Эда правду о своей семье? Хотя Серкан признает, что Эфи допустил ошибку в ресторане, он просит компанию объяснить инцидент на следующий день. Не довольствуясь этим, он настаивает на том, чтобы сделать заявление для прессы через Ингина. Эфи делает пресс-релиз, хотя и насильно, так, чтобы он взял на себя ошибку в этом вопросе. Пара, у которой обрушилась крыша, хочет обсудить аварию, в которой погибла семья Эды, прежде чем передать работу Серканцу на объекте за границей. Серкан не хочет, чтобы на встрече присутствовали Серин, его партнеры Эфи и Селин, хоть он и юрист, чтобы Эда не узнала. Альптикин отрицает инцидент и свою связь с субподрядчиком. После встречи с Еф, Е. Серкан, Альптикин и другой компанией отец записывает разговоры сына на телефон, который кладет в карман, оставив там куртку. Затем он сообщает об этом бабушке Эды. На следующий день Серкан отправляет переведенную им речь Эфи с извинениями иностранным источником новостей и позорит этого человека. Эфи очень злится. Селин переживает, что ее не пускают на собрание и начинает просматривать все записи тех лет. Он хочет поговорить с Серканом, но не может. Он отправляет стенограммы, полученные от Лейлы, Мела и просит его просмотреть новости в прессе. Эрдем покупает Фифи кольцо. Он также носит кольцо и ставит его на свой счет. Фифи задается вопросом об этом. Когда Мела проводит расследование, они говорят ему, что поженятся Эрдем и Лейла. Когда Ферит не может закончить хвалить еду Айфер своей тети, женщина просит свою тетю съесть закуски для приглашения. Когда гурманы, которые приходят туда, гордятся, Фифи открывает для Айфер учетную запись в социальной сети. Чтобы сблизить Эду и Серкана, Айдан хочет сохранить хорошие отношения с Эдой и рассказать о ее сыне. Он зовет ее на собрание ассоциации, ссылаясь на то, что не может выйти без Эды. Тогда он звонит сыну и просит их поговорить, но Эда снова не слушает Серкана. Поскольку Серкан не хочет, чтобы Эда продолжала его жизнь, он хочет рассказать правду и прошлое. Однако Эда не может, потому что избегает его при каждой возможности. Девочки хотят показать Эде, что кто-то влюблен. Они посылают цветы, Эда понимает цветок от своего флориста и намерения своих друзей, но Серкан думает, что это настоящий. Вдобавок ко всему, он просит Эду признаться в любви, пока Серкан видит элемент фи...